коллеги всем добрый день меня зовут елена подмарева позитив технологии сразу скажу перед вами сейчас вы видите qr-коды и если у вас в ходе моего выступления будут вопросы не стесняемся пишем соответственно можно просканировать qr-код можно ввести найти его да там есть галочка задать вопросы спикеру и вы получите ответ после поэтому не стесняемся пишем что мы сегодня будем обсуждать и что я вам сегодня расскажу расскажу вам о нашей сервисной модели цпк о том как мы его позиционируем что это новый atel в мире соков вообще расскажу что это такое зачем оно вообще нужно и как мы к этому пришли немного расскажу о себе для начала в кибербезопасности я свыше 10 лет занимаюсь процессами все что связано с выстраиванием правильных процессов и к реинжинирингом трансформации все это соответственно относится к моей команде если вы сталкивались внедрением процесса вы понимаете сколько боли и нюансов и тонкости может принести до внедрения поэтому мы все эти боли прошли и поэтому все учли и сейчас я вам расскажу что из этого мы вынесли ключевые элементы сока или цпк все прекрасно знают да люди процесса технологии наша любимая триада она изображена на слайде но как сделать так чтобы эта триада на самом деле работала мы долго думали смотрели различные варианты как бы все-таки сделать так чтобы внедрение правильных работающих процессов не занимало нас годами до по времени не растягивалась поэтому мы посмотрели на другие практики до обратились к нашему любимому айтилу да который используется войти уже очень много времени и нашли там подход который очень хорошо приземляется на нашу результативную кибербезопасность в чем вообще зачем нам нужен сервисный подход и почему пошли к нему если мы посмотрим вообще что такое сервисный подход да это некая концепция предоставление услуг да которая в первую очередь направлена на конечного потребителя в виде бизнес заказчика если мы вспомним да про нашу результативную кибербезопасность мы же всегда исходим от страхов опасений бизнеса да у нас всегда во главе угла стоят те самые недопустимые события я думаю вы все прекрасно знаете что такое на всякий случай скажу определение потому что все говорят сейчас об этом недопустимые события это те события которые естественно рассматриваются только в киберпространстве сразу оговорюсь мы все-таки в сок будущего да поэтому только про киберпространство мы говорим соответственно события которые могут привести к нарушению операционных или стратегических целей организации в результате естественно хакерской атаки в результате действий кибер злоумышленников поэтому для того чтобы невозможно было реализовать недопустимые события создается центр противодействия кибер угрозам да чем отличается от классического сока ну во-первых целеполаганием да мы не идем в подход когда мы говорим о том что нам нужно регистрировать и мониторить вот мы прям только по количеству инцидентам оцениваем свою эффективность да здесь немного другой подход мы все-таки идем от того что не должно произойти недопустимое событие поэтому называем его цпк мы решили сервисный подход до айтилла попробовать применить к центру противодействия кибер угрозам и поняли что цпк можно рассматривать как совокупность сервисов естественно под сервисами также лежат наши люди да наши эксперты также процессы и технологии то есть сервисная модель лежит немного выше чем процессная если мы говорим вообще про сервис особенно в кибербезопасности довольно редко по нашей практике сейчас используют компании его почему но скорее всего потому что все было долгое время направлено на соответствие требованиям да а сейчас когда мы уже перешли к практическому результату сейчас можно его отлично использовать что еще хотелось бы сказать про сервис не надо путать сейчас сервис с услугой да если вам оказывает партнер ваш да если вы покупать что-то на рынке какую-то работу нет сервис это прежде всего регулярная деятельность команды цпк выполняемая в рамках конкретной области сейчас я вам покажу какие области мы выбрали и соответственно она направлена исключительно на интересы конкретной организации естественно у нее есть четкие границы согласованный результат и те самые измеримые показатели качества если мы можем померить качество ну значит наш потребитель да будет доволен а кто у нас потребитель с точки зрения кибербеза естественно это бизнес для того чтобы те страхи и опасения которые назвучивал да у нас не произошли собственно наша сервисная модель цпк она сейчас включает в себя 21 сервис мы все сервисы разделили на категории у нас получилось 7 категорий охватывает очень широкие домены кибербезопасности да и цпк в частности то есть начинаем мы не как стандартные подходы да традиционно использовались только мониторинг расследование реагирования да мы начинаем именно с правильного управления активов уязвимостями да далее мы переходим в мониторинг далее мы говорим о том что нам нужно постоянно наполнять экспертизу за нашу платформу да мы развиваем и навыки как наших пользователей так и команды и соответственно никуда не уходят у нас практические проверки но и наверху всего этого без стратегического операционного менеджмента мы никуда не пойдем соответственно здесь 7 категорий здесь указаны те самые технологии как же нам автоматизировать те самые сервисы здесь указаны сейчас на слайде все внешние эти сервисы мы прекрасно понимаем что айти и б очень тесно связаны всегда работают связки и в том числе нам нужен сервисный подход потому что айтишники привыкли говорить терминок сервиса мы прекрасно понимаем что диалог иногда бывает достаточно сложным да между командами поэтому именно сервисный подход помогает выстроить правильный этот диалог если мы поговорим о целях задачах цель все таки еще раз повторюсь это именно единый подход который позволит качественно выполнять задачи да который направлен на то самое недопустимое невозможное если мы говорим про задачи то три ключевые задачи мы выделили это единый подход к функциям понятные измеримые результаты и четкие границы и область если мы говорим про единый подход что это означает мы для себя поняли что все сервисы должны описываться единым образом под описанием мы не говорим сейчас о том что должно быть разработана куча регламентов нет вы можете отлично использовать вики свои инструменты но главное чтобы вы понимали четко структуру потом я вам немного дальше покажу какой структуре пришли мы зачем это нужно чтобы все люди действовали в едином информационном поле да все понимали чего от них хотят понятно измеримые результаты то есть у каждого сервиса должен быть прописан результат иначе какой же от него вылью да если что-то выполняется да но какой результат и к чему он приведет тоже непонятно если четкие границы и область сервиса мы рассматриваем то если мы поговорим например про сервис контроль айти активов да что должно быть описано естественно мы должны понимать размер нашей инфраструктуры размер наших площадок какие мы мониторим в первую очередь системы мы должны понимать количество пользователей внешних интеграций для того чтобы спланировать нашу работу здесь мы постарались отразить то самое целевое состояние что здесь важно и самое ключевое запомнить три параметра прозрачность то есть все четко описано все знают что они делают да и соответственно с помощью взаимодействия да с помощью SLA все выполняются действия если мы говорим про слаженность если мы хотим чтобы наш СОК правильно работал нам нужна слаженная команда здесь здесь опять очень коррелирует с предыдущим пунктом с прозрачностью если у нас каждая функция будет четко описана и заведена как некий трекер задач да если мы настроим расписание все в task менеджере то не нужно будет бегать с палкой и говорить и спрашивать постоянно сделал ты или нет и когда сделаешь все четенько выстраивается взаимодействие и таким образом тебе прилетают автоматом задачки то есть все настроили все автоматизировали все получилось повторяемость все что все о чем мы договорились да у нас все четко прописывается в наших договоренностях как с IT да так и команды между собой так же с бизнесом соответственно все четко закрепили в SLA и эти же SLA мы опять таки настраиваем в task менеджере с чего же начать ну для начала нужно посмотреть тот перечень функций задач которые вы хотите в первую очередь решить для себя дальше нужно посмотреть на каталог сервисная модель вы для себя должны понять что вы можете реализовать прямо здесь сейчас для чего вам могут потребоваться может быть дополнительные ресурсы далее мы переходим уже непосредственно к планированию очередности реализации здесь не нужно пытаться 21 сервис сразу разом запустить здесь очень важно обратить внимание на то что мы рекомендуем нашу сервисную модель делить во-первых на очередности и во-вторых идти всегда с принтами то есть взяли один сервис попробовали его пообщались с айтишниками собрали обратную связь провели воркшоп запустили его после этого поняли где же нужно дотюнить потюнить что нужно поменять да и можно идти дальше соответственно реализовываем подход да и адаптация непрерывное совершенство не ну без этого никуда если мы что-то сейчас сделали да нужно всегда все анализировать да вернуться на шаг назад в случае чего и внести какие-то корректировочки как я говорила ранее мы для себя поняли из чего же должен вообще застоять сервис про категории мы поговорили запомнили 21 сервис 7 категорий да начиная от управления активами и уязвимостями и заканчивая соответственно операционным стратегическим менеджментом функции что такое функции это те самые операции да те самые действия которые нужно выполнить для реализации сервисов один сервис не равно одна функция да прекрасно понимаем что под сервисом может быть от 10 до 20 функций которые должны быть четко прописаны данные это те самые вспомогательные данные которые могут использоваться для функций если вы понимаете что у вас есть какой-то опросник который вам не нужно постоянно там да создавать просто берем указываем в данных направляем в айтишников если мы говорим про интеграции то прекрасно понимаем что все сервисы должны взаимодействовать между собой поэтому отлично поддерживать весь перечень интеграции в актуальном состоянии если мы говорим про инструменты то это всевозможные PQL фильтры да все что угодно все что может вам понадобиться в рамках реализации функции ну и параметры это все что связано как с метриками так и с SLM периодичностью регулярностью выполнения сервисов в чем же ценность да сейчас немного поговорим и соответственно перейдем к блоку вопросов первое и основное все говорят о том что у нас сейчас очень жесткий кадровый голод да что людей очень сложно нанять удержать да и погружать их в специфику если у вас будет внедрен подход да с четким описанием что должно быть да с какой периодичностью каким образом выполняться да то соответственно вы получите заранее уже предсказуемый результат и соответственно вы получите наименьший труд затраты для людей потому что людям у вас все описано у вас все четко распределено у вас в task manager все это есть все отлично вам не нужно будет каждый раз всех водить за ручку рассказывать одно и то же а еще вы большие молодцы вы все это положили на вики дали ссылочку и все отсматривают да и читают соответственно таким образом мы и для новых сотрудников да cпк помогаем им погрузиться также и для уже работающих сотрудников если что-то новое добавляется если вы добавляете новый сервис то все это есть у них ну и те самые 21 сервис которые у нас сейчас есть сервисные модели они позволяют исключить те самые недопустимые события которые мы определили стоп-менеджментом немного покажу сейчас карточку и перейдем к вопросам вижу что 15 минут наши стекли пример карточки мониторинга взяли ну почему мониторинг потому что у нас сок будущего да всем будет интереснее прежде всего поговорить про мониторинг как мы вообще брали да описывали здесь здесь мы четко сфокусировали что такое область сервиса да мы понимаем что у нас есть входные параметры они могут поступать как из смежных сервисов да так и какие-то определенные параметры нам нужно будет заранее продумать соответственно взяли внесли это в карточку если мы говорим про границы сервиса здесь для того чтобы рассчитать фте да все необходимые интеграции и прочие вещи нам нужно понимать а какие же границы сервиса будут то есть какие же у нас исходные данные если мы говорим про результаты и метрики да постарались максимально подробно расписать про каждый сервис для того чтобы было максимально просто понятно да открыл посмотрел в том числе когда реализовывали начинали реализовывать нашу сервисную модель технологии все что можно использоваться здесь сейчас приведено на основе продуктов позитива да мы говорим о том что продукты у нас могут использоваться прошу прощения забыла отключить звук мы говорим о том что да прежде всего это на наших продуктах но можно брать и адаптировать сервисную модель под другие продукты и артефакты все что вам потребуется для внедрения у себя того или иного сервиса внешние сервисы услуги опять таки для того чтобы можно было понимать а что же нам потребуется еще владимир вопросы да лен спасибо да есть вопросы первый вопрос в чем разница вашего подхода со стандартом айтилл разница в чем подхода да ну айтилл вообще ориентирован исключительно на айти айтила для кибербеза фактически нет мы взяли непосредственно наработки да структуру и основные элементы но пытались разложить все таки с той точки зрения что будет интересно безопасникам поэтому здесь больше про структуру и про целостный подход да нежели про то что мы прямо айтилл айтилл спасибо еще один вопрос какое место в сервисной модели занимают атомарные действия и на каком этапе их вообще нужно определять командные действия атомарные действия атомарные действия атомарные действия у нас все зашиты в функции то есть если мы посмотрим на перечень функций для того или иного сервиса то мы можем понимать с какой периодичностью нужно выполнять ту или иную операцию то есть у нас могут быть как регулярные да так и те которые мы делаем исключительно разово то есть по запросу вот эти атомарные действия по запросу и у нас включены сервисную модель хорошо и еще вопрос а почему в сервисах цпк нет бизнеса ведь сок это тоже сервис но это означает что плохо смотрели презентацию сейчас я вам покажу где это все у нас зашито а не покажу не покажу расскажу я поняла трансляцию отключили итак у нас есть операционный стратегический менеджмент предоставления отчетности наш самый верхний блок да под пунктом 7 он был собственно там и зашито то самое взаимодействие с бизнесом ну то есть бизнес не поддержит да никакое стратегическое развитие если он не понимает чем же вы занимаетесь у нас всегда на вход идут недопустимые события то есть перед тем как выстраивать сок да цпк мы всегда взаимодействуем с бизнесом для того чтобы понять а что критично для бизнеса и чтобы потом ему можно было объяснить поэтому все это зашито а также в если мы посмотрим дальше в блок управление активными уязвимостями у нас аналогичная история когда мы говорим о том что же нам контролировать да что же нам если мы посмотрим на блок мониторинга тут точно так же все целевые и ключевые системы которые мы определили после декомпозиции да уже там зашиты спасибо и наверное заключительный вопрос а есть ли примеры успешного внедрения сервисной модели и планируется ли сервисную модель выдавать в паблик отличный вопрос да у нас есть как и успешный опыт внедрения сервисной модели ну во первых мы начинаем всегда с себя да после несем клиентам пункт два мы хотим сделать максимально публичную историю то есть сейчас мы готовим к выходу полное описание сервисов со всеми функциями данными интеграциями инструментами все это будет в паблике зачем мы хотим это сделать и зачем нам это нужно нам нужно получать обратную связь от комьюнити да регулярную потому что наш опыт отлично классно наши реализованные проекты тоже но хотелось бы понимать как вообще обстоят дела у других компаний да вообще насколько применимо да и насколько требуется доработка актуализация если взять под определенную инфраструктуру спасибо спасибо спасибо